Жительница Самары Ирина Лукьянова о начале работы «Горячей линии» в преддверии выборов губернатора Самарской области узнала из средств массовой информации. Рассказывает, сразу же обратилась за разъяснением вопроса. Ребенку Ирины исполняется 18 лет только на третий день голосования, 8 сентября. Может ли юный избиратель проголосовать в первые два дня выборов? Операторы «Горячей линии» ответили на вопрос Ирины подробно, ссылаясь на закон. Мне сказали, что можно, потому что в течение трех дней это действует, и ребенок может проголосовать заранее. Я узнала, что есть такая «Горячая линия», можно обратиться по любому интересующему вопросу и получить исчерпывающий ответ. То, что я довольна, и мне все понравилось. «Горячая линия» в регионе в преддверии выборов открывает свою работу в десятый раз. По традиции, ее работу курирует Нотариальная палата Самарской области. Обратиться можно по любому вопросу, будь то обращение в связи с выборами или социально-бытовые проблемы. Все звонки обрабатывает оператор. Если ответ невозможно дать сразу, обращение перенаправляют в органы государственной власти или местного самоуправления. Годы работы «Горячей линии» показали ее эффективность. Если раньше от 80 до 60 процентов вопросов составляли такого социально-бытового характера, то на сегодня этих вопросов в последнюю избирательную кампанию прошлого года таких вопросов было всего 3 процента. 97 процентов были связаны с вопросами избирательного права. Открытие «Горячей линии» инициировал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители областной и общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. По словам председателя общественного штаба Вадима Чумака, «Горячая линия» – это эффективный инструмент взаимодействия власти и избирателей, а также элемент общественного контроля. У избирателей есть возможность получить именно в период выборной кампании, когда активность повышается, ответы на интересующие их вопросы. С другой стороны, это очень важная информация для лиц, которые претендуют на выборные должности во время избирательной кампании, для того, чтобы узнать и услышать чайные избирателей и те вопросы и проблемы, которые волнуют граждан Самарской области. Обращения на «Горячую линию» принимаются ежедневно по будням с 10.00 до 17.00 с перерывом с часу до двух дня. 8 сентября – в последний день голосования. «Горячая линия» будет работать с 8 утра до 8 вечера. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.